Я бы хотела, конечно, стать изобретателем. А что изобретать будешь? Ну, всякие машины, которые могут помогать, ну, короче, пригодятся в жизни. А еще маленький Дима мечтает пожить в полевых условиях и в совершенстве овладеть оружием. Поэтому мальчик заранее и точно для себя решил, пойдет учиться в кадетскую школу. Родители решения оспаривать не стали. Вот только новенькой камуфляжной формой перед друзьями ему придется похвастаться чуть позже, не 1 сентября. Буквально неделю назад Дима попал в больницу на обследование. А скажи, ты очень в школу уходил? Да. А зачем в школу уходил? Ну, с тем, чтобы получить знания, найти новых друзей. Ну, с тем, что там интересно. Всегда, когда где не был, там интересно, потому что там ты еще не был. Дима, как и еще 9 первоклассников, в день знаний встретят на больничной койке. А чтобы переживаний по этому поводу было меньше, торжественную линейку для них провели прямо здесь. Точно так же, как в школе, читали стихи, пели песни и, конечно же, подавали первый звонок. И уже по традиции подарки новоиспеченным первоклассникам вручил благотворительный фонд «Тво имя добра». Ручки, тетради, альбомы, карандаши, пластилин – все то, что может пригодиться в учебе маленьким школьникам. Наш фонд существует три года, поэтому это третий раз проводится такое мероприятие, такая акция. Мы поздравляем детей, находящихся на лечении. К сожалению, вот они оказались в больнице и 1 сентября они останутся здесь пока. Поэтому мы решили, делаем для них вот такой праздник, чтобы у них какие-то приятные воспоминания были. В жизни каждого человека бывают какие-то испытания. И ребята, первоклассники наши, оказались волею судеб в детской больнице перед 1 сентября. И, конечно, печально то, что ребенок не идет в школу 1 сентября, не встречает День знаний. А для того, чтобы все-таки жизнь была интереснее, насыщеннее, чтобы ребята запомнили этот день, мы ежегодно нашим фондом приходим в областную детскую больницу. Первоклассники едва дождались конца линейки и начали раскрывать пакеты с подарками. Новые канцелярские принадлежности они испробуют прямо в палатах. Медики и воспитатели им уже приготовили несколько несложных заданий. Екатерина Щукина, Игорь Трифонов. Новости Вологды.